Здравствуйте! Это итоги недели в студии Махач Курбанов и коротко о самом важном, что произошло. COVID-19 пока не прекратил свое существование. В рамках акции Ариплевир врачам бесплатное лечение получат медики, работающие в красной зоне. Лекарство показало высокую эффективность и безопасность. Пренебрежение элементарными правилами безопасности приводит к трагедии. 134 человека в ушедшем году отравились угарным газом. О статистике и предотвращении подробнее в сюжете. 23 февраля отмечался День защитника Отечества и среди них работники МЧС. Герои нашего сюжета справляют сразу два праздника. Смотрите сегодня. Лучшие среди 8 тысяч участников на этой неделе определились победители конкурса на знания основ религии и жизнеописания пророка Мухаммада Миро-Ниму. Более полутора тысячи доз лекарства против коронавирусной инфекции получил Дагестан в рамках акции Ариплевир врачам. Она предусматривает бесплатное лечение врачей и младшего медперсонала, работающих в красной зоне и заразившихся ковидом. Поддержать благотворительную акцию прибыли председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и представитель компании Промомед Андрей Старостин. По словам главы республики, коронавирусная инфекция не прекратила свое существование, несмотря на спад уровня заболеваемости. Мы движемся к стабилизации, но тем не менее заболевания этой инфекции, этим видом инфекции у нас еще продолжаются. Поэтому любое сегодня дополнительное средство, которое позволило бы людей поставить на ноги и сохранить им здоровье, оно нам нужно. Участники встречи отметили наибольшую эффективность препарата на начальной стадии лечения. А реплевир – новейшее лекарство с направленной противовирусной активностью. Оно показало высокую эффективность и безопасность, препятствуя переходу заболевания в тяжелую форму. Наш препарат эффективен именно в первые моменты, потому что он устанавливает репликацию коронавируса. И препарат не исключает применение других препаратов. Та же самая вакцинация – это, скажем, предотвращение, повышение иммунитета. Но если человек заболел коронавирусом, а по большому счету и многими другими вирусами, то а реплевир может останавливать репликацию вируса и останавливать течение болезни на самой ранней стадии. В Хасавюрте открыли обновленную школу-интернат номер 9. Более 60 лет в здании не проводился ремонт. В учебном корпусе привели в порядок стены, заменили пол, полностью обновили электропроводку и отопление на всех этажах. В школьные кабинеты закупили новую мебель. В честь открытия обновленной школы-интерната провели праздничный концерт, на котором воспитанники показали свои таланты. Дети здесь выступили и все обещали учиться хорошо. Я думаю, в ближайшие годы уже вопрос, хочешь ты учиться или нет, плохие знания у вас были, у директора не станут вопросы. И все мероприятия, которые на уровне города проводятся в республике, вы должны быть одними из лучших, одними из первых. 134 человека сгорели во сне или отравились угарным газом. Такова статистика МЧС за прошлый год. Подобные трагедии происходят с ужасающей регулярностью. По мнению пожарных, частая причина угара зимой – беспечность людей. Дагестанцы пренебрегают элементарными правилами безопасности. Для предотвращения нечастных случаев специалисты чрезвычайного ведомства проводят обход частного сектора. Подробности в нашем сюжете. Над плитой вещи сушить категорически запрещают. Это является причиной пожара. Электрохозяйство видели ваше? Вот это видите? Это грубое нарушение пожарных требований пожарной безопасности. Нельзя такие вещи делать. Убирайте все сразу. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вы просто выйти не успеете. Деревянный дом, пластиковые стены у печки, а сверху открытого огня – веревка для сушки одежды. Кажется, многие люди и не понимают возможные последствия от такого набора. Снимите вот это все. Вы сейчас свою жизнь ставите под угрозу. И соседи тоже. У вас дом весь деревянный. Если сейчас он отсюда горит, начнет, за 30 минут он весь дом сгорит. Причина отравления угарным газом одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования. В частности, газовые колонки, установленные в ванной или печке буржуйки. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вот отсюда будет либо пламя выходить, либо от нагрева она может… Вот эта ткань, правильно? Она же может плеть и завтра переходит. Эта занавеска начинает мгновенно, будет гореть. Здесь у вас пенопласт. Люди просто не проснутся. В беседах с жителями сотрудники пожарного надзора подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать отопительные печи, как избежать перегрузки электрической сети, а также раздают листовки, буклеты по пожарной безопасности. Даже вот по этой печке, видите, шипер, вытяжку появится такую. Для этой печки? В том числе. Эта печка, видите, там не сертифицированная. Здесь все прописано, как используют газ-бетон. Эти мероприятия сотрудники МЧС проводят не для галочки. Ежегодно с начала отопительного сезона такая пропагандистская работа стала уже традицией. Помимо проверки в домах устанавливают бесплатно дымовые пожарные извещатели. Посмотрите, лампочка здесь мигает. Сейчас, секундочку. Если вдруг он будет пищать, то есть он среагирует на какой-то дым. Если вдруг он будет пищать без какой-либо причины, то значит он просто засорился, пол оборота против часовой стрелки снимаете, продули его пылесосом и обратно поставили. Извещатель реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Маленький прибор способен спасти большую семью. Автоматика стоит у них здесь? Нет, у них автоматики нет. Да, честно работал. Алина Багилова, Муса Салгирея, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Городские службы в период непогоды были переведены в круглосуточный режим работы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщает мэр Салман Дадаев. По его словам, в первую очередь обрабатывали центральные магистрали, путепроводы, транспортные развязки и улицы вблизи социальных объектов. Однако спальные районы столицы и слабо освещенные закоулки стали причиной падений и травм населения. Жители района Кехулай, Семендер, поселков Шамкал, Новый Хушет и некоторых улиц Гаджиева, Шамиля, Арджаникидзе, Ахмедхана Султана жаловались на ямы, на дорогах, гололедицу, отсутствие насыпи песка или соли и других реагентов, которыми обычно посыпают тротуары и дорожки. 23 февраля отмечался День защитника Отечества. Праздник, который объединил вокруг себя героев нашего времени. И среди них работники МЧС. Они находятся в постоянной боевой готовности и каждую минуту следят за чрезвычайными ситуациями. Герой нашего следующего сюжета один из них, инженер пожарной безопасности, подполковник МЧС Сабир Махмудов. Никогда не жалел и сейчас не жалею. Я считаю, что это достойная профессия, несущая благо людям. Мы приходим в самый, наверное, критический момент, когда нужна помощь людям. Сабир Махмудов сегодня отмечает сразу два праздника. День защитника Отечества и День рождения. И похоже, что такая профессия была предначертана ему судьбой. Еще будучи школьником, Махмудов принял окончательное решение стать спасателем, когда увидел слаженную и самоотверженную работу пожарных. Это впечатлило его до глубины души. И по окончанию школы он поступил в Академию противопожарной службы МЧС Москва. С энтузиазмом, с желанием обучался. С еще большим желанием выезжал на практические выезда, когда мы стали заступать, проводить стажировку в боевых подразделениях. Это я в городе Москва. И также мы направлялись в республику Дагестан. Я в седьмую пожарную часть проходил стажировку. Мне интересны были именно профилирующие предметы. Мне интересна была пожарная техника, пожарная тактика, физико-химические процессы горения. Там были у нас такие предметы. У нас было пожарное безопасное строительство. Большинство экзаменов он получал автоматом. Успехи в учебе и практике ожидаемо привели его к успехам на работе. Все полученные знания он прекрасно применяет на службе. Спасение людей и работа во благо общества – главное жизни Сабира Махмудова. Я это любил, люблю. Я являюсь начальником пожарной части. В течение пяти лет выступал за сборную пожарной части. Так же, как пожарный бегал по штормовой лестнице, бегал в 100-метровую полосу с препятствиями, выполнял второй разряд по пожарно-прикладному спорту. Сегодня основная задача Махмудова – поддержание боевой готовности пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, чтобы в любую минуту по сигналу тревоги, независимо от времени суток и погодных условий, личный состав был готов к моментальному реагированию на ЧП. Спасению людей ничего не должно помешать. Мы находимся в ситуационном центре республики Дагестан. В данный центр стекается абсолютно вся информация о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях. Отсюда принимаются решения на реагирование, направляются силы и средства, поступают звонки в пожарно-спасательные части, аварийно-спасательные формирования. И именно отсюда происходит высылка сил и средств по всей республике. Улучшение навыков личного состава проходит изо дня в день. У спасателей по 6 часов теории и практики ежедневно. Сменяя друг друга, дежурные группы выезжают на пожарных машинах в город для изучения районов. А высоко квалифицированные психологи помогают спасателям в реабилитации из-за высокого стресса, связанного с работой. Хотелось бы отметить, что наши граждане, наши земляки республики Дагестан всегда очень отзывчиво относятся, небезразлично относятся к чужой беде, всегда приходят нам на помощь в качестве добровольцев, в качестве любой помощи на пожарах, на тех же ДТП, на происшествиях. Меня радует, что живу в этой республике, что наше население может сплотиться в тяжелой ситуации и помочь, прийти на помощь. В День защитника Отечества в Буйнакске прошла патриотическая акция у памятника «Скорбящей матери» с участием активистов молодой гвардии, юнормейцев и представителей депутатского корпуса, а именно депутата Народного собрания, координатора проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаевой. Цель такой акции – сохранение исторической памяти о павших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны. Также участвовали в акции неравнодушные жители Буйнакска и мотострелковая бригада. Это самый любимый, самый почитаемый всенародный праздник в России, во время которого мы отдаем дань уважения нашим офицерам и выражаем безграничные признательности за любовь к нашей семье. Спортивные мероприятия, возложение цветов, экскурсии и концерты проходили во вторник 23-го по всей республике. Праздничные акции были организованы с соблюдением действующих санитарных мер и ограничений. Подробности у Лорианы Шабхалаевой. На мастер-классе по сборке и разборке автомата Калашникова, самого популярного стрелкового оружия в мире, эти махачкалинские школьники уже не новички. С друзьями они даже соревнуются на скорость, признаются, что несмотря на готовность применить оружие, если позовет Родина, все же они не желали бы повторения войны. Вообще меня привлекает эта вся военная деятельность. Собираю я автомат за 37 секунд и в будущем я желаю стать военным моряком. Хочу всех поздравить с Днем Защитника Отечества, чтобы все мужчины и подрастающее поколение защищали нашу Родину, чтобы у нас было только мирное небо над головой. Девушки из студенческого спасательного отряда «Снежный барс», обучая ребят правильному проведению сердечно-легочной реанимации, уточнили, что это базовый минимум, который должен уметь оказывать любой человек, вне зависимости от рода его деятельности. В военное время важно не только умение держать автомат, а также и вовремя оказать первую помощь своему собрату. Суперфиналист всероссийского конкурса «Большая перемена» Даниил Шабанов еле сдерживает слезы, когда поет песни военных лет. Он посвятил свое исполнение всем защитникам Родины, тем, кто жив и кто уже ушел. Именно они защитники нашей республики, нашей Родины. И они в тяжелый момент встали на защиту нашей Родины. И поэтому, чтобы дать хоть какую-то дань уважения, я хочу спеть эту песню, чтобы они вспомнили свои былые времена и чтобы почтили память павшим именно в этих тяжелых непростых войнах. Всем школьникам организаторы предложили сыграть в квест-игру «Защитникам слава», где необходимо было вспомнить все воинские звания, все названия боевого оружия, продемонстрировать командный дух и проявить свой патриотизм. Ну а в перерывах наслаждались песнями военных лет. Землетрясение 14 мая 1970 года – крупнейшее на Кавказе в 20-м столетии после Шимахинского землетрясения 1902 года. Катастрофы интенсивностью в 9 баллов, которая произошла в Дагестанской АССР, вспоминали накануне в Махачкале. Фотовыставка, посвященная памяти этого рокового события, открылась в Музее истории города. Разорванная земля, покосившаяся крыша, разрушенные до фундамента стены, игрушки и дети, заваленные обломками – такие фотографии из далекого 1970 года представлены на экспозиции. Она будет открыта для всех посетителей до 12 апреля. В Махачкале завершился республиканский конкурс на лучшее знание книги по основам религии и жизнеописанию пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Церемония награждения состоялась в историческом парке «Россия. Моя история». Кто стал победителем и обладателем сертификата на 300 тысяч рублей, узнал Хамзан Нурмагомедов. 8 тысяч участников и только один победитель. Конкурсанты со всей республики, взрослые и дети. Они готовились и проверяли свои знания по книге «Основы религии» и жизнеописания пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Конкурс проходил два месяца в три этапа. Задания участникам давали как тестовые, так и письменные. В финал пробрались всего 150 человек. Итоги подвели в столицу республики. Награды получили первые 15 мест. Чем выше места, тем ценнее призы. Но проигравших, как считают организаторы, сегодня нет. Подобный конкурс проводят для того, чтобы людей приобщить к религии, чтобы они имели элементарные основные знания об основах религии, имели знания о пророке Мухаммаде. Основная цель – это улучшение нравов населения. Кульминационный момент объявляют первую тройку победителей. Третье место заняла Джамиля Осведова. Ей вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Она учится и работает. Несмотря на плотный график, Джамиля сумела подготовиться к конкурсу. Я понимала, что я не буду успевать, и поэтому я решила, вот, каждый день, вот, в течение двух недель последних я, вот, вставала два часа и до семи я готовилась к конкурсу, а потом уже на работу. И вечером, вот, когда бывало время, только вот так вот. А вот сесть, целыми днями сидеть, читать, у меня времени не было просто. Я физически не успевала. Второе место заняла Халимат Гасанова, однако ее в зале не оказалось. Ей подготовлен сертификат на 200 тысяч рублей. И вот первое место победителем стала Патимат Ибрагимова. Ибрагимова, Патимат Ибрагимовна. Сертификат на 300 тысяч рублей. Первое место. Бывало, что ночами тоже не спала. Было очень трудно тоже. Но, если честно, я даже не ожидала, что я выиграю победу на первое место. Не думала, честно. Патимат выиграла сертификат на 300 тысяч рублей. Полученные средства она намерена передать духовному центру. Имени пророка Аисе Ахмириму и благотворительному фонду Инсан. Победителей поздравили представители власти, общественники и религиозные деятели. Как отмечают организаторы, конкурс проводился с целью профилактики экстремизма, просвещения и облагораживания нравов населения. Поблагодарить организаторов, это муфтият, это наш уважаемый шейх Ахмад Афанди, который делает просто огромную работу по духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Приятным завершением вечера стал розыгрыш путевки в Малый Хадж. Следующий конкурс, организованный муфтиятом республики, начнется 4 апреля по книге «Благонравие праведников». Ее автор – шейх Ахмад Афанди. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. У нас в гостях Хасам Махмудов, председатель оргкомитета конкурса на лучшее знание книги по основам религии и жизнеописания пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Салам алейкум. Конкурс завершился. Как удалось собрать 8 тысяч участников? Здесь нужно отметить работу сотрудников отдела просвещения на местах муниципалитетов и также имамов тоже. Они провели кто-то более масштабную работу, кто-то менее. В общем, у нас собралось, как мы уже сказали, 8 тысяч участников. Не думаю, что какой-либо конкурс в республике может привлечь столько большого количества людей? Ну, это, с одной стороны, можно сказать, что так, но это не предел. И мы это в дальнейшем покажем. А почему столько людей решили проверить свои знания? Сложно ли было вообще выбрать лучших из такого большого количества? Эта книга, она очень такая распространенная книга. И раньше тоже очень много раз почти во всех многих районах, селах проводили по ней конкурсы. И люди многие ее знают, знают даже наизусть эту книгу. И поэтому был интерес, каждый хотел проверить свой уровень на более таком уровне, республиканском уровне. Поэтому участвовали, очень активно участвовали люди, и очень достойно тоже писали работы. Вы, как руководитель оргкомитета, что преследовали, организуя этот конкурс? Что главное в его проведении? Наша цель, конечно, чтобы улучшить наше общество, распространить духовные качества, ценности, духовные качества, укрепить их. Потому что в этой книге очень много таких получительных примеров. Есть и основы, есть также примеры и жизни пророка Мухаммада, и жизни сподвижников. Там есть примеры, как посланник Аллаху советовался с другими людьми. Это хороший пример для молодежи. Сегодня, когда люди приобретают какие-то знания, навыки, компетенции, они порой забывают, что есть люди, которые прошли какой-то путь до нас, которые имеют какой-то жизненный опыт, и можно благодаря этому совету каких-то ошибок избежать, либо сэкономить какое-то время. И вот такие примеры, очень много таких примеров в книге. И сам Всевышний Аллах повелел пророку советоваться. Хотя пророк, собственно, он знал сам, и был самым знающим, что послужило примером для нас. И эти советы тоже, там есть примеры, очень такие ценные и достойные, чтобы показать, что от советов вот такая большая польза есть. Очень пользу большую приносили вот эти советы для мусульман. Награда была очень высокой, весомой такой. Не могло ли сыграть то, что люди только вот из-за нее принимали участие? Нет, конечно. Наши люди, они не раз наказывали то, что где нужно, они готовы сами жертвовать. И сейчас этот конкурс тоже, я не думаю, что это стало причиной. Потому что многие люди, которые участвовали, они и до этого участвовали и знали книгу, и до этого нельзя сказать, что они за месяц, за полтора или два эту книгу выучили вот сейчас. Они давно ее и знали, и просто еще более лучше подготовились и участвовали. Это, конечно, наши люди. Может быть, такие люди были, мы не можем сказать, что таких не было. Но опять же, я не думаю, что такие люди там какого-то успеха особо добились. Я думаю, они только получили пользу для себя, но, возможно, не материальную, но духовную. Такие мероприятия играют важную роль в духовно-нравственном воспитании, особенно молодежи. Вы планируете дальше проводить конкурс по книге «Благонравие праведников»? И каким он будет, и вообще, что вы от него ожидаете в дальнейшем? Да, мы уже анонсировали ранее этот конкурс, но пришлось еще перенести по определенным причинам. И в начале апреля у нас будет первый этап, мы планируем в течение апреля месяца провести этот конкурс. И положение конкурса, в принципе, такое же. Мы первый этап будем проводить на местах, оттуда выводить каждого десятого. Уже второй этап будем в райцентрах собирать, оттуда будем вводить каждого третьего. И самых лучших мы соберем в Махачкеле на финале. И планируем, думаем, что будет больше участников. Потому что есть люди еще с прошлого конкурса, 4 года назад проходил конкурс подобный. Там было очень много участников, и люди тоже есть, которые знают эту книгу наизусть. И шла, у вас все получится. Вам салам алейкум. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Марк, успехов тоже. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, смотрите новости на ННТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!